Приветствую вас, дорогие сектанты BMW и случайные зрители. Сегодня будем потрошить бензиновые двигатели B48 и в целом разберемся про отличия BMW 320 и 330i. Поскольку в данном вопросе не все так очевидно, как с дизелями, то начнем с самого начала, а именно с появления линейки B48 на рестайлинговых F30 и затем плавно перейдем к кузову G20. Двигатели B48 появились в конце 2015 года. И по официальной информации с сайта BMW на моделях 320 и 330 они отличались только степенью сжатия. В одном случае у нас было 11, в другом 10,2. Теперь необходимо пояснить, зачем это все. Так как в 330 степень сжатия ниже, но при этом мощность больше, возможно это только в случае большего давления наддува, а степень сжатия была снижена для того, чтобы двигатель не детонировал. У кого есть какие-то сомнения, можете прочитать про турбирование атмосферных моторов и первым же мероприятием там идет снижение степени сжатия при установке наддува. Тут примерно то же самое. Теперь смотрим, за счет чего же оно достигнуто. По каталогу запчастей на 320 установлен двигатель B48B20A, а на 330 B48B20B. Чтобы совсем сильно не растягивать видео, покажу только отличия. Методика поиска точно такая же, как и видео про дизеля. Значит, первое это поршневая. Поршни идут под разными номерами, соответственно 320 и 330. Причем, что интересно, на 320 на сегодняшний день поршни продаются по одному, а на 330 только комплектом. Остальные детали по этому узлу идентичны. И по всему двигателю больше отличий нет. Но есть один интересный момент. В каталоге идет две прокладки головки блока цилиндров. Одна 0,7 мм, другая 1 мм. Так может изменение степени сжатия обусловлено только толщиной прокладки? Степень сжатия – это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Итак, объем камеры сгорания в 320 около 50 кубических сантиметров, а в 330 где-то 54-35. Учитывая, что толщиной прокладки компенсируется только цилиндрическая часть объема, легко вычисляется и толщина прокладки, необходимая для этого изменения. Она составляет около 0,8 мм. А разницей в 0,3 мм можно получить степень сжатия около 10,7. Какие можно сделать из этого вывода? А вывод такой, что разницу в степени сжатия обеспечивает прежде всего форму поршня. И для получения полноценной 330 нужно их менять. Почему же разные прокладки? А тут лично мои выводы, с которыми, конечно, можно не соглашаться, такие, что существует опция S858 – двигатель с пониженной степенью сжатия. Так вот, как раз эта опция и обеспечивается разной толщиной прокладок. Утверждение о том, что имея 320 с опцией 858, вы 100% получаете готовую машину к переделке в 330 – это как минимум спорно. Еще в разговоре о степени сжатия необходимо проговорить момент о том, что она бывает геометрическая, а бывает реальная. Как правило, производитель указывает степень сжатия геометрическую, и все расчеты, которые были проведены, они сделаны исходя из этого предположения. Реальная же степень сжатия может отличаться от геометрической одной лишь настройкой зажигания. Вспомните, как в прежние времена делали зажигание пораньше, чтобы избежать детонации на говеном бензине. Итак, с двигателем немного прояснилось, но я считаю важным сказать и о других отличиях этих машин. А отличия вот такие. У нас отличается карданный вал, отличаются как минимум длиной. Стоит другой редуктор главной передачи и приводы. Причем приводы отличаются диаметрами. В одном случае 26,7, в другом 35 мм. Или же в случае спортивного дифференциала это 28 или 31 мм соответственно. Вот после этого кто-то еще считает, что машины одинаковые верят в волшебную силу чиптюнинга. А потом мы смотрим прекрасные ролики в интернете с обрывами приводов и с тонами BMW говно. 4 на 4 ошибочка. Что случилось? На этом фоне про разницу в мелочах уже как-то даже и неудобно говорить. Ну что, переходим к G20. Итак, бензиновые двухлитровые G20 у нас есть вот такие. Как видно, самое интересное нас ждет в модели с типом 5F72. Там указано, что двигатель B48B20B. Собственно, такой же, как в 330. И действительно, по каталогу абсолютно никакой разницы с 330 по механической части двигателей я не смог найти. Напишите, пожалуйста, в комментариях у кого, какого типа 320 модель. И если они вообще в России. Либо же они все сюда идут с двигателем типа А. Машины данного типа доступны только до июня 2019 года. А это может означать, что такие машины действительно выпускались. И там стоит абсолютно идентичный двигатель, как и в 330. Но выпуск их был закончен. Или же еще вот что. На немецком форуме BMW еще в 2013 году появилась серия постов про подход BMW к деталям двигателей. Ссылку на оригинал я оставлю в описании. Также в описании будет ссылка на очень качественный перевод данной статьи. Все, что там написано, пересказывать не буду. Кому интересно, почитайте подробнее. Но основная идея, высказанная автором, что на более слабые моторы ставят менее качественные детали из более простых материалов и с менее качественной обработкой. Есть три категории. UL, OL и TOP. Все перечисленные категории имеют одинаковые геометрические параметры, но кардинально иные материалы, используемые при их изготовлении. Но в комплект запчастей идут только детали из категории TOP. И это абсолютно логично, ведь продать запчасть дороже выгоднее. При этом номенклатура деталей уменьшается, а себестоимость производства снижается за счет использования более дешевых материалов в более слабых машинах. Это все очень сильно похоже на правду, именно поэтому я склонен доверять написанному. Несмотря на то, что там идет речь про дизельные двигатели, в бензиновых моторах модульной сборки может быть абсолютно то же самое. Это все подводит нас к мысли о том, что номер в каталоге запчастей это еще не стопроцентная гарантия того, что в более слабом моторе стоит, например, такой же самый поршень, как и в более сильной версии. Это второй момент, о котором необходимо было сказать, потому что даже если у вас машина 5F72 с мотором B48B20B, это еще никакая не гарантия того, что будет легкая переделка в 330-ю. Теперь осталось разобраться с остальными типами. На 320-ю идет мотор типа А, а на 330-ю типа Б. Отличия в двигателе поршни и, соответственно, степень сжатия. Двигатели стоят модернизированные, не такие, как на F30. Поршни на 320-ю идут двух видов с разной длиной поршневого пальца. В одном случае это 55 мм, в другом случае 51 мм, а на 330-ю идет только 55 мм. Это еще один момент, который оставляет вопросы, потому что знать, какой длины стоит поршневой палец в конкретной 320-й нереально. Так же, как и в F30, используются прокладки и головки блока цилиндров разной толщины. Только в этом случае они немного толще. Соответственно, 0,8 и 1,1 мм. Сами головки в этом случае разные. Дальше больше. Разные и турбины. Вот скриншоты системы охлаждения. И самое интересное, что на 330-й нет интеркулера. Эрик? Я думаю. Смотрим применяемость деталей. Действительно, 330-й здесь нет. Смотрим картинки и видим принципиально разные конструкции впуска. Вот 320-я, а вот 330-я. Помимо турбины, отличаются дроссельные заслонки, воздуховоды и, самое главное, впускные коллекторы. Вот и интеркулер на 330-й нашелся. Он встроен во впускной коллектор. Как видим, у этих двигателей отличий куда больше, чем было на F30. Карданный редуктор здесь одинаковый. За исключением того, что на 330-ю можно поставить M-дифференциал, а на 320-ю нет. А вот приводы тоже разные. И вот такие в случае спорт-дифференциала. Размеры приводов не указаны, но можно ориентироваться на стопорные кольца. 22,4 мм в случае обычного редуктора и на 320, и на 330, и 26,7 в случае M-дифференциала на 330. Смотрим дальше и видим, что в случае обычных тормозов, размеры тормозных дисков сильно разные. В случае M-тормозов механизмы одинаковые. Ну и теперь после всех этих отличий немного о чипе. Итак, в случае BMW это 100% слет с гарантией. У дилеров есть четкие указания и инструкции, как поступать в этом случае. Ссылки на документы оставлю в описании. Если кто-то думает, что дилеру проблемно установить факт чипа, то это очень большое заблуждение. Также крайне сомнительно и то, что запаса прочности хватит. Первая причина – это, конечно же, система автоматизированного проектирования и всякий софт, применяемый в современных расчетах. Если раньше были какие-то справочники с определенными коэффициентами и инженерам приходилось перезакладываться, то современные программы способны выдавать все эти прочностные, тепловые и прочие расчеты с очень высокой точностью. А чтобы 100% гарантировать заложенный ресурс, можно зарезать все электроникой. В описании к ролику оставлю интересный документ про поршни, где приведены примеры с различными тепловыми и прочностными расчетами. Теперь второе. Я не знаю ни одного владельца чипованного автомобиля, который ездил бы как пенсионер. Машина – нелитровый спортбайк, где 99% пилотов не едут и на 40% от его потенциала. Но слабая чипованная машина будет использоваться по полной. Далее еще момент. Когда вы смотрите ролики успешных блогеров, и они говорят про чип, то необходимо хотя бы на минутку задуматься о том, какую машину они чипуют. Если это М5, у которой в стоке 500 с плюсом сил, с 4,4 литров, и туда добавляют 50 лошадей, что составляет 10% от первоначальной мощности, то какие в этом проблемы? К тому же люди тюнят такие машины, как правило, комплексно и грамотно, меняя кучу дорогостоящих деталей. Опять же, возвращаясь к возможности водителей, где реализовать 100% потенциал этой условной М5? Но когда вы тюните слабый 2-литровый мотор, добавляя туда 70 сил, что практически 40% от стока, и потом по полной программе ее пользуя, неужели кто-то думает, что это останется без последствий? Это даже не учитывая разницу в ходовой этих машин. Конечно, бывают ситуации, когда можно поправить кривую мощности и момента, просто убрав негативные последствия от экологии. Но это не более 10% мощности. Тогда да, скорее всего, без последствий. Возможно, у других производителей есть абсолютно одинаковые модели, где разница в мощности обусловлена исключительно экологией, и у производителя нет таких жестких требований по гарантии. Там это может быть оправдано. В случае с BMW же это полнейшая лотерея. Вот такие мои мысли. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу чиптюнинга. Может быть, будут какие-то дополнения к моим выводам или исправление ошибок. Может быть, где-то что-то я упустил. Спасибо всем за просмотр. Помните, что поставив лайк, нажав на колокольчик и подписавшись на канал, вы максимально помогаете в продвижении видео и развитию канала. До встречи в следующих выпусках. Пока!